Всем привет! Меня зовут Анфиса, я Дола и инструктор по пре- и постнатальной йоге. Сегодня у меня для вас видео о том, как правильно дышать на каждом этапе родов от самого начала до конца. Как сделать так, чтобы подготовить, помочь своему телу родить легче, быстрее и для того, чтобы ум находился в более спокойном состоянии и, следовательно, не мешал процессу родов. Давайте начнем! Вы, наверное, думаете о том, что зачем мне учиться дышать? Я же ведь и так умею, я делаю это на автомате и априори буду дышать в родах. Но вот этот момент автоматизма, дыхание в родах нужно перевести в такой более осознанный ключ, потому как это даст нам преимущество. Во-первых, осознанное дыхание позволяет нам не концентрироваться на ощущениях в родах и перевести фокус внимания на дыхание, что является плюсом, так как на чем мы концентрируемся, куда идет внимание, то мы и проживаем. Второе. Если мы дышим осознанно, то мы можем удлинять и углублять свое дыхание. Таким образом мы успокаиваем ум и лучше насыщаем ткани тела, клетки кислородом. Если мы насыщаем их кислородом качественно, то, соответственно, все тело работает как положено, работает эффективно. Если же наше тело не получает достаточно кислорода, то оно не может функционировать, как и мы не можем функционировать, когда мы, например, не поели, когда у нас недостаточно жидкости в организме или недостаточно микроэлементов. Поэтому первое дыхание, с которого я хочу начать, это дыхание, которое я называю 8 на 8. Это очень простое дыхание. Вам всего-то нужно делать вдох и выдох медленно на 8 счетов. 8 счетов вдох, 8 счетов выдох. Давайте попробуем. Садитесь с ровной спиной, стопы на полу, можно прикрыть глаза и делаем глубокий вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Именно такое дыхание лучше всего снимает стресс, снимает какие-то дискомфортные болевые ощущения и идеально подходит, как в самом начале родов, что помогает успокоиться. В самом начале родов мы часто включаем такую «О, это происходит! Так, что делать, что делать?» И вот в этот момент лучше сесть, спокойненько подышать, отвлечься и делать вид, что ничего не происходит. Следующее дыхание, которым я хотела с вами поделиться, оно называется прерывистое дыхание. И оно помогает в уже более интенсивном моменте, когда схватки становятся ощутимыми и когда хочется себе как-то помочь и уже начать обезболивать эти ощущения. Что мы можем делать? Садимся также с ровной спиной, или мы стоим, или делаем так, чтобы было комфортно, и делаем глубокий вдох носом. И выдох делаем через рот, и делаем такие прерывистые выдохи. Давайте вместе. Глубокий вдох носом. Почувствуйте, как распирает грудь, как в туловище уже нет пространства для большего количества воздуха, и делаем выдох прерывистый. Потренируйтесь так. Нужно дышать не быстро, медленно, для того, чтобы успокаиваться, расслабляться и приучать себя делать глубокие медленные вдохи, что вам пригодится на родах. Третий способ дышать на родах, это способ, который я называю падающее дыхание. Оно расслабляет, оно расслабляет нашу челюсть, наше горло. И если вы знаете, если вы читали такую информацию, если нет, то сегодня я вам расскажу что-то новое. У нас челюсть и горло, вот этот вот шейный отдел, он рефлекторно связан с тазом и с родовым каналом. Если расслаблено здесь, то будет расслаблено и там. Поэтому в этом дыхании мы будем стараться отпустить напряжение в челюсти. Очень важно сделать так, чтобы челюсть прям повисла, чтобы у вас губы, рот весь как будто как воск таял по направлению к полу. Представьте себе это ощущение. И мы берем глубокий вдох носом. Приоткрываем рот на выдохе, расслабляем здесь все и делаем такое. Падающее дыхание. Мы делаем это с небольшим звуком. Можно его перевести в шипение, если вам так комфортней. Это нужно для того, чтобы лучше и больше расслабиться. Не бойтесь быть смешными, странными. Попробуйте это до родов. Чтобы во время родов для вас это было уже чем-то нормальным, понятным. И лучше даже научить своего партнера так дышать, чтобы он дышал с вами за компанию. Потому что когда в родах дышишь вместе с женщиной, то ее поддержка очень сильная. И она не чувствует себя какой-то странной, звучащей, некрасиво выглядящей какой-то женщиной. То есть она чувствует поддержку, она чувствует, что она делает все правильно. Покажите это дыхание своей доуле или своему партнеру в родах. И дышите так вместе. Да, это немного странно, но зато это помогает. Итак, это были способы дышать на раннем этапе родов и на этапе более активных родов. И сейчас давайте поговорим про дыхание во время переходного периода от схваток по тугам. Переходный период от схваток по тугам это самый сложный этап родов, потому что ощущения очень сильные и интенсивные. и очень многие женщины в этот момент начинают приходить в такое иррациональное состояние, когда говорят так, все, давайте остановимся, я пойду домой. Или кто-то говорит, меня сейчас разорвет, я сейчас убру, я больше не могу. И, казалось бы, это интенсивный момент, но в то же время это хороший знак. Это значит, что скоро вы встретите своего малыша. Или вы партнер в родах и видите, что ваша жена, сестра, дочка говорит что-то подобное. Это хороший знак, значит, что процесс идет и скоро он будет завершен рождением малыша. Давайте поговорим о дыхании в этот период. Очень важно в этот момент заземлять себя и не давать себе улететь. Также в этот момент часто, когда вы еще не полностью раскрыты, 89 сантиметров, женщина уже может чувствовать тягу к потугам. И, конечно, тужиться еще нельзя, потому что матка еще не совсем раскрылась, шейка еще не совсем раскрылась. И есть шанс, если тужиться в этот момент, разрывов именно шейки матки. Мы хотим этого избежать. Что нужно делать? Есть такое дыхание, которое называется дыхание переходного периода родов. И выглядит оно как-то так. То есть мы делаем одну паузу между вдохом и между выдохом, да? И заметьте, что это отличается от дыхания, когда мы гипервентилируем свой мозг. Это не вот эти вот сильные, какие-то интенсивные техники дыхания. Нет, это дыхание расслабляет и позволяет справиться с вот этим, с этой тягой тужиться, когда тужиться еще нельзя. Давайте попробуем вместе. Сядьте с ровной спиной, делаем спокойное, медленное дыхание через нос вдох, через рот выдох. Можете попробовать вдышать так. Несколько кругов дыхания, пару минут и почувствовать, как такое дыхание действует на ваше тело. Итак, период поток. Врач вам сказал, что все, у вас полное открытие и теперь можно тужить ребенка, действительно, по-настоящему его рожать. Что делать? Как дышать? Очень часто бытует такое мнение, что дышать нужно так, делаем вдох, зажимаемся, подбородок груди и тужимся вот так вот. Ну, иногда такое дыхание, возможно, кому-то помогает. Но можете даже попробовать сделать что-то такое, еще не тужиться, просто зажаться, зажать, остановить свое дыхание и почувствовать, что происходит с вашим телом. Итак, такой способ дышать только напрягает наше тело, увеличивает нагрузку на ткани, на стенки, шейки матки и на влагалище, увеличивая тем самым вероятность разрывов. Есть другой способ дыхания, который позволяет продвигать ребенка вниз и делать это более мягко, без задержки дыхания и без давления на стенке родового канала. Это дыхание называется J-дыхание и имеет оно свое название такое от того, что напоминает по своей форме английскую букву J. Напомню вам, что форма у нее на самом деле вот такая, но дышать мы будем вот так. Получается, что мы делаем вдох носом глубокий и сразу же выдыхаем без задержки и представляем, как дыхание проходит сквозь наше туловище вниз, сквозь таз и сквозь родовой канал и выходит наружу через влагалище. Такая небольшая визуализация поможет нам задействовать те ткани, те мышечные структуры, которыми мы не можем управлять, так как мы управляем рукой или ногой, но таким образом мы поспособствуем этим тканям как бы подниматься наверх и ребенку проходить вниз, мягко-мягко проталкивая его наружу. и это дыхание можно попрактиковать, потому как мы не тужимся, даже когда беременность, можно попробовать немного это дыхание тогда, когда вы на туалете, когда вы ходите по-большому, можно представить, как вы делаете вдох, выдыхаете ртом, расслабляя челюсть, выводите вдох сквозь туловище, вниз и как бы наружу и вы почувствуете насколько легко вам сходить в туалет и вот этот вот процесс он наверное ну это единственное что может хоть как-то отдаленно нам напомнить о процессе родов, потому что это тоже как бы вдавливание себя чего-то наружу, да, это такая мини-копия в маленьком масштабе мини-роды, если можно так сказать, но это единственный шанс потренироваться, поэтому когда идете на туалет, садитесь, ничего не делайте, ничего не тужите из себя, просто открываете рот и делаете выдох дыханием джей и вы увидите как легко это происходит, как это происходит само собой и главное почувствуете о чем я сейчас вам говорю. Это были дыхания на родах от самого начала родов через активные роды, через переходный период и через потуги. Напомню еще раз, что в самом начале мы дышим дыханием 8 на 8, когда ощущения становятся более активными, мы используем прерывистое дыхание, да, делаем вдох, делаем выдох с перерывами или делаем и вдох, и выдох с перерывами. дыхание на промежуточном этапе между схватками и потугами, когда ощущения очень сильные, когда есть усталость в теле, когда наиболее часто в теле начинается напряжение, даже если мы старались расслабляться в начале, этот период, в этот период помогает дыхание, которое я называю просто дыханием для переходного периода и выглядит оно так или носом. Делайте это медленно для того, чтобы не было гипервентиляции. И дыхание на потугах это дыхание, дыхание, напоминающее по форме английскую букву J, которое поможет вам мягко вытушить ребенка. И это будет особенно актуально, если вы идете на вертикальные роды, если ваш врач согласен, если вам не нужно лежа действительно вытуживать из себя ребенка, потому как когда мы лежим, то гравитация нам не помогает и действительно ребенка надо будет из себя выдавливать как из тюбика пасту, грубо говоря. Но если же у вас есть шанс вертикальных родов или родов например на четвереньках, то дыхание J идеально подходит. Это были дыхания облегчающие роды, ускоряющие процесс родов. Если вы хотите погрузиться более подробно, подготовиться еще лучше к родам, изучить гипно-медитации, изучить визуализацию, изучить какие-то позы в родах и позаниматься йогой, подготовить свое тело к родам, то, пожалуйста, записывайтесь на мой курс, информацию о нем вы можете увидеть в инстаграм, я вам где-нибудь здесь напишу адрес своего инстаграма и увидимся в следующих видео прекрасных вам родов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok